Первенство стало смотром юных сил перед серьезнейшими испытаниями рязанских бойцов на престижных и рейтинговых турнирах. Самым боевым месяцем в рязанском детском карате будет май. Мы планируем со всей Селевой Федерации, вот мы поговорили с представителями, провести в мае турнир отборочно на Анапу, на всероссийский муниципе в сентябре. У нас еще в мае месяц в Зеленограде, турнир под счет Дню Победы. И у нас еще 3 мая в Самаре соревнования всероссийские. Поэтому расслабляться нам не стоит. Самое главное, говорит президент Федерации, воспитать не только бойца, но и всесторонне развитого человека. Для того и существует карате. Это главная задача древнего искусства. Однако, когда молодые воины сходятся на татами, бой идет без каких-либо компромиссов. Из карате это победа одним ударом. И хотя жесткий контакт в схватках запрещен, иногда спортсменам, что называется, прилетают неслабо. Но это только воспитывает характер. С джаншином боевой дух должен присутствовать. И в принципе, то, что мы это преподаем, дети стараются показывать свой характер. Наверное, родители тоже приняли участие в этом. Настроились для детей. Слезы, а он все равно работает. Больно, а он все равно работает. Идут, занимаются хорошо. Растет не только уровень бойцов, увеличивается число юных адептов пути пустой руки. Карате становится массовым видом спорта, во всяком случае, если говорит о развитии его среди рязанских детей и подростков. Дальше каждый выбирает свое направление в спорте. Будет ли это карате или самбо, или гимнастика, или футбол, навыки, полученные на татами и в додзё, пригодятся везде. Главный каратистский дух. Стремление к победе, невзирая ни на какие трудности.